На твой взгляд, какого масштаба и размаха репрессий следует ожидать конкретно после его инаугурации и, в общем, насколько готова система теперь, а она должна обновиться, ну, в известном смысле, в сторону ее огрубления, готова вообще к самым радикальным действиям. Я думаю, что уместно об этом поговорить, потому что многие все время не верят, находясь в России, что их это не тронет. Кстати, Надежда Киоркова одна из таких, но, тем не менее, мне кажется, в инаугурационной речи Путина, ну, вот я лично это прочитываю, с этой апологетикой героев СВО и так далее. Так вот, размах репрессий. Как ты видишь той информацией, которой ты обладаешь, что нам ожидать, в принципе? Ну, во-первых, для меня этот день – это как очередной приговор России, россиянам. Россиян приговорили еще к шести годам, но теперь уже не строгого, а особого режима, и вполне возможно, что вот этот особый режим, он уже приближается к такому содержанию, к пожизненному сроку лишения свободы. То есть вот такая вот история, которая навязывается этой самой диктатурой. То есть если начинали все это, там, напоминало в нулевые общий режим, или кому-то казалось, что это колония-поселение, дальше все это превратилось в колонию строгого режима, куда вернулся Алексей Анатольевич Навальный, по сути, да, решив стать таким русским, российским Нельсоном Манделлой. Ну, а теперь это самый настоящий особый режим, где шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, демонстрация белого пустого листочка уже рассматривается как недружественный шаг, как, возможно, там, государственная измена, либо дискредитация и так далее, и так далее. Все понятно, акценты расставлены, все, кто либеральничает, для них становятся предателями. Главный либерал нулевых, там, Дмитрий Анатольевич Медведев, теперь один из таких вот пьяненьких ястребов, который старается мимикрировать максимально под современную вот нынешнюю путинскую Россию особого режима и является одним из таких рупоров и кликуш, которые пытаются нагнетать атмосферу. Свободы будет еще меньше, очевидно. В принципе, в целом, на самом деле, у системы осталось, там, не знаю, там, полповорота, там, полтора поворота, после которого будет уже, там, срывать резьбу, в принципе, уже под крышкой закипает, но в какое-то время еще по инерции, очевидно, они будут продолжать кошмарить и Россию, россиян и окружающие страны. Но маски все сброшены, уже ни у кого нету иллюзий. В большинстве стран мира к нему относятся, как к диктатору, который захватил власть, и удерживает ее, убийство Алексея Навального в колонии номер три УФСИН по ЯНАУ окончательно сожгло все мосты и лишило любую российскую оппозицию, любого направления, какого-либо шанса на возможность добиться перемен мирным протестом. Понятно, что сейчас происходит брожение в умах. Какая-то часть оппозиции превращается в документалистов и снимает фильмы про 90-е, пытаясь чем-то занять свою аудиторию. Какая-то часть вынашивает какие-то иные планы, но в любом случае у них другого плана, как объединение и превращение большой оппозиции в начало такого сопротивления Путина у них нет. Когда они до этого досреют, непонятно, но практически каждый день мне так или иначе звонят разные люди, и с бэкграундом, которые когда-то были и в армии, кто-то был в ЧВК и так далее, вот большая часть бывших силовиков и некоторая часть нынешних силовиков, они понимают, что в принципе, ну нужно что-то делать, что дальше так уже действительно нельзя, уже как бы слово не скажи, тебя отправляют в колонию. Сейчас уже у них закончилась скамейка запасных, кого можно сажать за деяния последних лет, они уже начали копаться в постах и репостах в летней давности, приходить к пожилым журналисткам для того, чтобы их припроводить в аквариум, арестовать. То есть они пытаются, конечно же, запугать людей. Но в целом, конечно, в какой-то момент это внутри России срабатывает. Но у этого, у системы есть какой-то предел прочности. Еще раз, полоборота и рванет, и рванет так, что и Путину, и его окружению мало не покажется. Поэтому, с одной стороны, они сейчас пытаются всем внушить, что мы едины и мы непобедимы, и еще на полшага вперед вы продвинетесь в поддержке Украины, и мы вдарим ядерным оружием. Это уже прямая речь. Уже к инаугурации была попытка организации заказного убийства, по сути, государственного терроризма и убийства Владимира Зеленского. И благодаря работе СБУ это было пресечено. И буквально 30 минут назад об этом BBC в прямом эфире заявила, о том, что таким образом российские спецслужбы и российская разведка пытались сделать такой подарок к инаугурации диктатора, к очередному вот этому сроку. Ну, еще раз подчеркну, перед нами самые настоящие военные преступники. И парламентская ассамблея Совета Европы, и Европарламент не признали то, что было в марте настоящими выборами. Соответственно, выборов не было. У руля страны диктатор, который прихватизировал все три ветви власти. Следствие у него возглавляет один однокурсник, Александр Бастрыкин, староста вот их студенческой вот этой вот группы курса. Председателем Верховного Совета является их однокурсница, которая была там до этого зампредом Верховного Суда. Ныне она просто председатель Верховного Суда. И у нее не было никаких конкурентов. Она была единственной кандидатом, кандидатурой на этот пост. То есть у него он контролирует следствие, он контролирует судебную власть полностью, банковский сектор. Они давно уже прихватизировали и забрали ресурсные компании, все под ним. Понятно, там про ФСБ, про Минобороны молчим. Но вот он выстроил такую тоталитарную систему. Сколько она может продержаться? Все зависит, конечно же, и от позиции Запада, и от настроения самих россиян, и от настроений жителей соседних стран. В принципе, я вижу, что уже терпение у всех на пределе. И дальше смотреть на него, как он угрожает ядерным оружием, наверное, уже в долгосрочной перспективе никто не будет. Очевидно, какие-то противоядия сейчас в стадии изготовления. В какой момент они будут реализованы, я думаю, что в самое ближайшее будущее. Так, около 15 тысяч нас смотрят, и около 4 тысяч поставили свои лайки. Напоминайте, кто к нам присоединяется, мы 10 минут в эфире. Не забывайте вновь прибывшие ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в всех группах. Вот смотри, сейчас раздаются голоса в Европе, публичные голоса. СМИ озвучивают их, политики их озвучивают, представители власти, что Россия готовится к серии, ну, чуть ли не терактов. Там говорится о каких-то провокациях, дестабилизации и так далее. Причем это связано и с Олимпиадой, и с активностью европейских именно стран по размещению контингента в Украине, в частности Франции. Да и в отношении Лондона такие же угрозы звучат, потому что вызвали послов Франции и Великобритании и Москве. Предупредили, что от вот этих шагов по вовлечению в конфликт в Украине непосредственно мы вас предосягаем, что мы можем там британиско ударить туда, куда захотим, и в Украине на ваш объект, и вне ее. Сегодня уточнил Захарова, представитель МИДа. Ну, и в отношении Франции, соответственно, тоже, поскольку дискуссия и в Европе, конечно, идет относительно размещение контингента французских войск, ну, видимо, французских регионеров, французской иностранной регионе на территории Украины, но и, так сказать, решимость, повторенная уже в очередной раз президентом Франции, все-таки на этот шаг пойти. Ну, правда, он оговорит условие, если будет прорван фронт, угроза Киеву, пригласят сами официальное киевское руководство, но, тем не менее, Москва сейчас отвечает ядерной эскалацией, вот эта риторика, о проведении учений и так далее, но и одновременно угрозами, которые очень недвусмысленно считаются. Ты действительно считаешь, создана достаточная инфраструктура, они восприялись с 22-го года, когда могут реально, обладая каким-то ресурсом, устроить масштабные убийства, теракты на территории ряда европейских стран, например, Франции, там, не знаю, Великобритании, Германии и так далее, или же все-таки превентивные меры, которые предпринимают ряд стран, ну, во Франции точно они предпринимаются эти меры, могут предотвратить подобный ход событий. Вот что ты думаешь? Ну, во-первых, да, поддержу тезис про государственный терроризм, скажу о том, что в целом их силы заканчиваются, исчерпываются, и именно поэтому они начинают набирать заложников. И не только вот журналистов и оппозиционеров, но вот буквально там вчера был задержан и арестован один гражданин Соединенных Штатов Америки на Дальнем Востоке, солдат, который из Южной Кореи, зачем-то приехал в Россию, но очевидно, там, скорее всего, была спецоперация, его заманивали каким-то образом. Вот приезжает высокооплачиваемый солдат и якобы похищает там 2000 долларов, там, 200 тысяч рублей у женщины, которая его к себе приглашала. Ну, очевидно, что там нету доказательной базы, там, видимо, там агентурная работа, эту девушку или завербовали после контакта и так далее. То есть они начинают набирать граждан западных стран для того, чтобы брать заложники. Это ровно то, о чем я еще в прошлом году Ивану Гершковичу сказал, когда он мне сказал, что он прилетел в Москву для журналистского расследования. Я покрутил пальцем у виска, я ему позвонил и сказал, что вас просто берут заложники. Он сослался на то, что у него паспорт Соединенных Штатов Америки тем, что вот его паспорт каким-то образом защитит, не понимая, в какую плоскость уже все перешло. И их просто теперь именно из-за этого паспорта арестовывают, а не из-за того, что он даже журналистское расследование проводил. Им нужны какие-то люди, которые будут находиться в застенках у России, у российских спецслужб, с тем, чтобы Путин шантажировал Запад, что вот если что-то вы сейчас там продвинетесь вперед, то, например, мы завтра в тюремной камере обнаружим с очередным там тромбом в кавычках, вот уже и сошлемся на это. И для вас это будет, для нынешней администрации в США это будет очевидно такое жирное пятно, что они не смогли спасти гражданина Америки. Если мы возвращаемся к твоему вопросу именно про ресурсы, про возможности российской армии, я могу сказать, что моя оценка не совпадает с оценкой очень многих экспертов, которые сейчас публикуют, что вот Россия нарастила мощности, вот у России становится все мощнее армия и так далее. Ничего подобного. История, армию разворовали. Не случайно недавно накануне произошел арест так называемого там ЗМО, у него кличка среди подрядчиков была, он в смс-ках был записан у всех в телефонах в контакте как ЗМО, заместитель министра обороны. Тимур Иванов главный решала администрации Шойгу и Цаликова. Они очень много денег украли и похитили по факту, но помимо этого еще общаясь постоянно с якорными подрядчиками и субподрядчиками, они обнулили полностью работу военной контрразведки, они не придерживались каких-либо там регламентов, согласования и огромному количеству документов, которым надо было присваивать грифы секретности особой важности гостайна, совершенно секретно или как минимум ДСП, а не просто огромный массив информации, в том числе который касается 12-го ГУМО, это то подразделение Минобороны, которое хранит ядерный арсенал триады, это РВСН, это другие там спецподразделения, все это практически в открытом доступе у огромного количества коммерсантов, а часть этих подрядчиков коммерсантов и до ареста Тимура Иванова, когда начали сгущаться тучи, и сейчас, особенно после ареста, они все бегут, кто-то на Северный Кипр, на Северном Кипре есть просто целая улица элитной недвижимости, купленная Минобороновскими предпринимателями, потому что до последнего времени Северный Кипр не выдавал, и они надеялись там прятаться вот в этой такой там черно-серой юрисдикции, в другие регионы, и в Европе, и в целом ряде стран по ту сторону Атлантики. Точно так же они выкупали огромное количество недвижимости, у того же Тимура Иванова только официально задекларировано на его ребенке 350-метровая квартира с отличным шикарным ремонтом в Мексике недалеко от США. Для чего? Для того, чтобы если что умотать, улететь на безнаджете в Мексику, в безвизовую, и дальше постепенно там перебираться в Соединенные Штаты Америки. То есть, по сути дела, они выстраивают себе запасные пути. Если всерьез там заехать в любые войсковые части и посмотреть общее состояние, моральное состояние, до 40% офицерского состава написали рапорты с тем, чтобы уволиться. Просто их сейчас не отпускают из-за так называемой СВО. Но суть вот это вот подлая оккупационная война. Плюс, еще раз подчеркну, вот только нам несколько подрядчиков, которые работали и продолжают работать с Минобороны в качестве подтверждения прислали огромный массив документов, где просто видно, например, там была система, как они протянули оптоволокно на все объекты РВСН и вот этого 12-го ГУМО. И там прямо по карте смотришь, куда тянутся эти оптоволоконные кабели современные, открываешь Google Maps и тебе просто Google Maps показывает, где у них хранятся боевые заряды, вот так называемые там изделия и вот это вот как раз тактическое, стратегическое ядерное оружие. Если это есть у обычных коммерсантов и это все присылается правозащитникам, это 100% в гораздо большем объеме есть у компетентных разведслужб стран блока НАТО. Поэтому в этом плане Россия это как открытая книга, где все понятно, где находится. Плюс, опять же, состояние, какое количество денежных средств списал. Сейчас вот в одном из окружных военных судов в московском регионе проходит слушание, там дело о хищении нескольких миллиардов рублей на шахтах РВСН, вот эти вот подземные гигантские ядерные ракеты. Там очень много чего украдено и по бумагам, конечно, все красиво и презентации просто лучше некуда. Но если Путин вдруг решится, там действительно там не одну единственную подготовленную и вылизанную ракету запустить где-то там на полигоне, а если он попытается что-то вот это действительно в полном объеме там начать противостояние, у него половина зарядов взорвется на территории России и угробит миллионы россиян. И в принципе на самом деле вот кадровые военные это прекрасно понимают, что вот эта вот команда Шойгу, Цаликов и Иванов это коммерсанты гражданские, которых привели к рулю Министерства обороны и они огромное количество денег просто украли, разворовали. И если бы у него была профессиональная, компетентная, подготовленная армия, он бы не стал унижаться и приходить к сталинским методам, забирая более ста тысяч заключенных из колонии общего, строгого и особого режима. И как раз вот это вот если ты там спрашиваешь про перспективу на ближайшие шесть лет, а перспектива такая, освобождены десятки тысяч заключенных, им вручены медали за отвагу и так далее и так далее, они теперь должны быть в глазах администрации и местных силовиков, которых еще полгода назад или год назад сажали за убийство и изнасилование, они теперь герои, теперь им надо почет и уважение, и вот эти вот персонажи сейчас пойдут во власть. Соответственно, ближайшие два года будет ознаменовано внутренним российским конфликтом, потому что одни на поле боя там что-то себе там какие-то звания, медали добывали, а другие пытаются удержать от развала страну. И сейчас вот они будут сходиться. И каким образом Путин будет все это разруливать, я думаю, что у него уже бицепс не тот, чтобы вот эту вот систему сдержек и противовесов удерживать. Система уже постепенно, поэтапно идет в разнос. Вопрос лишь просто в моменте, когда это все начнет рушиться, а рухнет это очень быстро и очень болезненно. К сожалению, в первую очередь для самих россиян, но и для тех, кто по соседству тоже в момент обрушения могут быть какие-то страшные последствия. Так, мы 21 минута в эфире, у нас еще есть время, чтобы это все обсудить. Давай вот поговорим все-таки о том, что ожидает Украину в контексте этой новой инаугурации Путина и следующего шестилетнего срока. Я заметил, что этот шестилетний срок он себе определил через изменение Конституции в 20-м году в июле, когда прошел так называемый референдум, с обнулением предыдущих сроков, и он как бы заново теперь в связи с изменением положения Конституции может блокироваться, но за это время, с 20-го года он начал войну широкомасштабную, он и так ее вел против Украины, начал войну широкомасштабную в феврале 22-го года и сейчас поговаривает о том, что готовится наступление, вот твоя оценка, оно преувеличено значит опасность от боеспособности российских поезд, но тем не менее это масса людей, которые сосредоточены на фронте, техники, припасы, всего остального, хочешь, не хочешь, так или иначе это убивает украинцев, это убивает солдат, офицеров, то есть это продолжает и продолжает эту безумную его эту затею, авантюру с уничтожением Украины, ты полагаешь, что вот за эти ожидаемые будущие 6 лет в общем ну война скажем закончится и закончится правление Путина в связи с ней, вот я бы сказал именно в связи с ней, или же все-таки как некоторые эксперты и уважаемые люди считают, что война это долгосрочная история, они отсылают нас к 14-му году, в 14-м году, да, понятно, не тот масштаб был, но все-таки война тогда и собственно началась с оккупации Крыма и с действий в Донбассе в 14-м году летом и продолжалась и продолжалась и дошла до широкомасштабного военного столкновения, вторжения в Украину, что ты думаешь здесь? Сложный вопрос, давай постараюсь максимально кратко ответить. Во-первых, очевидно, что это не война, вот в прямом смысле там России против Украины, это гибридная война, где Украина является полем для битвы с Западом. Так получается, что Украина выбрала западный европейский путь развития, сотрудничая и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки, демонстрируя определенные какие-то реальные шаги и намерения для Путина допустить, что одна из стран, которая когда-то входила в Советский Союз, уйдет полностью из-под контроля Москвы и Кремля, для него это было недопустимо по целому ряду причин. В первую очередь это вот эта невидимая берлинская стена, которая до сих пор существует в голове у Путина, как у одного из КГБшников, которые там в резидентуре работали и в принципе в те самые годы, когда он там работал в резидентуре, продолжали убивать тех людей, в спину стрелять, которые пытались перебежать на западную сторону Берлина. И для них это было нормой тогда. Вот для него это норма сейчас стрелять в спину убегающим, ставить за град отряды, примерять штрафбат и так далее. Украина для него это абсолютно принципиальный вопрос. Это не вопрос даже там ситуации в самой Украине. Это вопрос, чтобы сделать так, чтобы все остальные страны, которые там по соседству боялись сотрудничать с Европейским Союзом из США и опасались вторжения в любой момент российских сил. Остановиться, выровнять ситуацию, откатиться назад, перейти на европейский образ жизни с тем, чтобы россияне вдруг прозрели от этого морока пропаганды и посмотрели на свои минимальные размеры оплаты труда и сравнили с тем, как живет в среднем Европа, для него это невозможно. Он взрастил целые поколения людей, которые абсолютно одичали, их расчеловечивали на протяжении последних 15 лет, пропаганда работала, пропагандисты их зомбировали, во всем каждое ток-шоу, каждая телепередача, все самое плохое, что случалось в России, во всем были виноваты кто? Украина, США и Европейский Союз, в той или иной мере. Ну, действительно, выросли миллионы заднутых. Конечно, существует, здесь не нужно огульно унижать всех россиян. Я верю и знаю, точно знаю, что есть миллионы россиян, потому что в России больше 100 миллионов, миллионы россиян, которые трезвого оценивают ситуацию, которые смотрят YouTube, которые смотрят независимые источники информации, которые на тебя подписаны, тебя смотрят, которые в целом разделяют во многом наши с тобой взгляды. Но точно так же существует еще и другая группа. есть миллионы россиян, которых научили ненавидеть Запад, которых научили ненавидеть Америку, например, при том, что Америка неоднократно нашу страну спасала от голода и спасала ленд-лизом, и спасала от голода по Волжье. И в 90-е тоже самое история была, мощнейшая переброска гуманитарной помощи и питания. Но, к сожалению, есть миллионы людей, которые неблагодарны и которые вместо слов спасибо готовы вонзить нож в спину тем, кто им еще 10-15-20 лет назад помогал, кормил и предоставлял какие-то дешевые кредиты, финансы, с тем, чтобы страна совсем не рухнула и каким-то образом выстояла и выжила. Поэтому для России и для Путина для них будет принципиально важно нанести максимально возможный урон Украине. В этой гибридной войне они задействуют все возможные средства. Они идут на все подлости. То есть в чем здесь неравенство? В том, что, например, со стороны Путина он берет и забирает самых жадных россиян, бедных и жадных, те, которые за деньги готовы идти убивать тех людей, которые им вообще ничего в жизни плохого не сделали. Ни им, ни их семье, ни их городу, ни их стране. Но, тем не менее, они находят десятки тысяч наемников, которые отправляются за достаточно большие деньги воевать. Что происходит в Украине? В Украине, наоборот, самые патриотично настроенные люди, врачи, учителя, предприниматели в один момент надевают на себя военную форму и отправляются на передовую. В одной стране гибнет лучший генофонд, в другой выбираются преступники из колоний строгого и особого режима, которые по 3, по 4, по 5 ходок имеют, и которые, скорее всего, если их просто освободить, они через полгода, год точно опять вернутся в застенки уровня рецидива. В России больше 70% в колониях строгого и особого режима. Поэтому для Бортникова, Патрушева и Путина они даже считают, что они помогают России очищаться от преступного элемента, который заполнял колонии. Они к этому относятся очень цинично. Что касается вооружения, ну, конечно же, ресурсы страны, у которой есть мощные запасы нефти, газа, металлов, бриллиантов, золота, конечно, они сопоставимы с ресурсами Украины. И плюс, конечно, они задействуют в этой гибридной войне мягкую силу, которая в том или ином виде и в Америке, и в Европе начинает раскачивать лодку. Плюс, посмотри, что произошло, начиная с 7 октября прошлого года в Израиле и на границе с Израилем. Это же тоже сделано было для того, чтобы часть ресурсов и часть вооружения вместо того, чтобы направлять в Украину, пошла в поддержку Израиля и так далее. Он готов разжигать военные конфликты в разных странах, способствовать этому, раскачивать, использовать свои связи на Ближнем Востоке и так далее, для того, чтобы осложнять максимально саму историю поддержки Украины. Поэтому это такой глобальный конфликт. Но здесь в чем его, на мой взгляд, глобальный просчет в том, что Украина и украинцы в массе свои патриотичны и они не хотят обратно в ГУЛАГ 21 века. Просто не хотят. Поэтому они настроены решительно. И даже если вдруг он там где-то проломит какую-то очередную линию обороны и защиты и продвинется вперед, ну дальше-то что? Что он будет делать с миллионами украинцев, которые не хотят с ним вместе жить? Он похож на какого-то пьяного вооруженного соседа, который врывается к симпатичной соседке и пытается заставить себя полюбить, дыша своим перегаром и разбивая ей там всю посуду, утваря на кухне и разнося квартиру в клочья. Он никак не понимает, что то, что он сотворил уже сейчас в целом ряде регионов Украины. Это уже навсегда. Его никогда никто в Украине не сможет ни зауважать, ни полюбить. Его будут ненавидеть. И собственно говоря, да и большую часть россиян, которые там приходят сегодня на территорию Украины, конечно, их точно так же украинцы справедливо ненавидят, потому что они участвуют в подлой преступной войне. В общем, конечно, это будет глобальное противостояние. Здесь вопрос лишь в том, насколько, насколько, ну, по-русски сейчас скажу, насколько железные яйца у Запада. Вот и все. Насколько они готовы зайти в отстаивание своих ценностей. Если в какой-то момент вдруг какие-то там умы, которые занимаются на калькуляторе, подсчитывают доллары, посчитают, что нужно заканчивать этот проект и очередной там позор, как из Афганистана они выходили и улетали, это один вариант. Если они поймут, что больше так позориться нельзя и невозможно бросать партнера, который в тебя поверил, которого ты сам же когда-то там приглашал в НАТО, которому давал какие-то обещания, заверения, которые с тобой там на протяжении 10 лет вплотную работают, если они поймут, что поступать вот так вот бросать нельзя и будут поддерживать более решительно, но, конечно, ситуация выровняется. Но давай просто посмотрим, отмотаем пленку. Что говорили, как только началась война? Все, в следующем году Украина получит F-16 эскадрильи. Ближе к году в 22-м году. В частных годах их научим летать, они-то дураки не умеют летать, а мы их сейчас научим. Год прошел, второй год прошел, третий год войны. И сейчас нам говорят, в 2024-м году все отлично, все через год или там осенью, или в конце года и так далее, они получат самолеты. Ну, вот и все. Поэтому, конечно же, они пытаются проанализировать, тем более, они же знают, что там Путин разрабатывает и буревестник, и посейдон, и еще какое-то вооружение. Они все время взвешивают у них баланс. А Путин в это время, играя на фобиях, на страхах, где-то там на расчетливости, продолжают потихонечку набирать на вот эту вот скамейку заложников, таких как Иван Гершкович, таких как этот солдат, который зачем-то поперся в Россию при таком обострении и так далее. Ну, еще раз, да, два боксера. Один боксер дерется по правилам, уважает определенные обычаи войны, уважает законные права военнопленных, допускает к ним Красный Крест, ООН, журналистов, нам дает возможность с ними общаться. А другой в это время подлинка снимает перчатки, дерется с помощью каких-то там палок с гвоздями, бросает песок в глаза и так далее. Ну, в битве человека справедливого и честного и порядочного с подлецом, к сожалению, в этой истории побеждает подлец. Если только вдруг цивилизованный мир в данном случае не поймет, что это не война России против Украины, это война тоталитарной системы против демократии. И если в данном случае дать слабину, то эта опухоль, она просто будет разрастаться. Дальше будет история с Прибалтикой, с тремя небольшими странами. Дальше эта история будет с Польшей и так далее, и так далее. Ну, наверное, нужно здесь как-то анализировать и понимать, что дешевый газ, дешевые редкоземельные металлы и так далее для своих атомных станций, наверное, здесь в данном случае стоит меньше, чем демократия, чем права человека и чем будущее Европы. Так, мы 35 почти минут в эфире и больше 26 тысяч уже у нас сегодня смотрят. День особенный, понимаем, внимание известное вы нам даете для того, чтобы обсудить все эти важные темы сегодня в связи с так называемой инаугурацией. Ну, хорошо, давай вот, знаешь, еще что, попытаемся проанализировать. Вот, много говорится, ушло в отставку правительства, соответственно, указом, теперь вновь избранного президента по конституции дается две-недельный срок на представление новой кандидатуры. Распоряжение уже издал Мишустин, глава правительства, о том, что правительство уходит полностью в отставку. А как ты видишь, как по какому пути двинется Путин? Ведь кандидатура премьера это непросто. Понятно, что он формально занимает эту должность, и Мишустин такой же исполнитель, приказали, сел, приказали, ушел. Но вот именно сейчас, мне кажется, более принципиально стоит вопрос, не потому, что фигура премьера становится какой-то важной, нет, не поэтому, а выбирается стратегия. Вот она какая. Я много раз озвучил свою мысль, она состоит в том, что для Путина все-таки на восьмом десятке лет, с учетом, ну, возраст, двигается в сторону такую, что много непредсказуемого, двигается в сторону слабости. Условно говоря, вот на десятилетии мы увидим, но если не смерть, путь, то точно его слабость, то есть превращение его в человека, в общем, находящегося на излете, в принципе, своем политическом, точно увидим. И сейчас для него стоит актуальный вопрос, а действительно, кто сменит эту власть, кто придет в качестве преемника, и тут двух мнений быть не может, учитывая, как он сам обошел с политическим наследством, я думаю, она собирается оставить эту власть детям, ну, как если бы Ельцин оставил бы не ему, а Таня Дьяченко или Юмашева, понятно, что это было невозможно, скорее всего, но тем не менее, то есть, сделав выводы, Путин сам этой ошибки не повторит. Вопрос, что у него та же проблема, оставить это особенно из числа его прямых кровнородственных наследников, пока, пока некому. Вот по какому пути он пойдет, и чтобы ты здесь видел, какая будет кандидатура премьера, как поднимется Дмитрий Патрушев в новом правительстве, появятся ли какие-то новые охранники, или даже родственники Путина в качестве министров, ну, много об этом говорится. Как ты на это смотришь, что можно предположить? И отдельный вопрос о Шойгу. Он, да, формально министерство обороны и пост министра в структуре правительства находится, но я хочу напомнить, в конституции относительно министра обороны, министра иностранных дел ФСБ и так далее, особый порядок назначения, это не вполне правительство в обычном понимании, эти кандидатуры на министерские посты назначает сам президент России, вот, так что с этой точки зрения вот надо понять, так сказать, вся эта кампания и против Шойгу, она, можно ее так воспринимать с арестом Иванова, подчинен, есть бы, по-моему, или как бы, который тоже воровал и так далее, криворучка уже разговоры идут, что возможно зама министра обороны тоже возьмут за жабры, ну, Цаликов там, не знаю, вот как и здесь, кто будет премьером и что будет с министром обороны, давай так. Первое, скажу, что это 100% последний срок Путина, я думаю, что до конца своего срока, до 2030 года он не доживет, он уйдет из жизни или его уйдут из жизни, вот мой прогноз и то, как я вижу и чувствую настроение внутри системы, к 2030 году будет однозначно развернута история с развенчанием культа личности, с депутинизацией, и этого. вообще, русская история такое видывала, такое бывало. Да, это можно, да, вот уважаемым зрителям запомнить этот стрим-эфир у Марка Фейгина от 7 мая 2024 года, потом, когда все это произойдет, найдете, отмотаете, посмотрите, вспомните то, о чем я вам здесь говорил. Сейчас действительно вот эта вот инаугурация, это перезагрузка правительства, это дает Путину возможность сегодня расплатиться с тем, кто ему действительно помогал в последние годы удерживать власть и дать такие авуары. Сейчас существует одна версия, это тот лист, чтобы оставить практически всех на своих позициях, коней на переправе не меняют. Мы так хорошо и слаженно работали в хоккейной команде вместе с капитаном, что зачем что-то где-то менять, нужно продемонстрировать, всему миру, что мы скованы одной цепью, мы одна система, мы дальше продолжаем ехать. То есть, соответственно, вот нынешняя политическая элита, они делают все возможное, чтобы удержать. Но, с другой стороны, за это время взросло целая плеяда генералов и полковников ФСО, ФСБ, Министерства обороны, которые сейчас всячески пытаются наоборот, добиться, обналичивать свои достижения, что не зря они там проливали кровь, не зря они реализовывали какие-то там сумасшедшие завиральные идеи Путина, они ждут повышения. И внутри ФСБ есть молодая команда, которая рвется и которая хочет подсединить. А кто эти люди в ФСБ? Это сторонники Королева, он первый зам, алпатовцы, кто это такие? Ну, скорее, да, алпатовцы, ткачевцы, еще целый ряд подразделений. Королев здесь скорее как такой уже свадебный генерал, который дорос до первого зама и сейчас пытается удержаться на месте, возможно, в надежде на то, что после ухода Бортникова он возглавит федеральную службу, но я думаю, что этого не произойдет. Есть ФСОшники, чьи имена скрыты за семью печатями, но которые хотят обналичить то, как они его оберегали и так далее. Есть целый ряд людей, которые связаны с ФСОшниками, которых собираются привести на позиции замминистров, министров. И есть отдельный альтернативный список нынешнему правительству с фамилиями, которые, конечно же, связаны так или иначе с Артенбергами, с Тимченко, с Ковальчуками. То есть, как ни крути, он не уходит от этой старой модели управления, и у него одни занимаются финансовыми потоками, что на самом деле имеет самое большое значение в России, а другие занимаются силовым блоком. Он старается на этой истории балансировать. Конкретную какую-то фамилию я сейчас не хочу называть в прямом эфире. Я знаю, что там сейчас две фамилии на выбор. Я не хочу их предназначить. И по премьеру там две фамилии, и, соответственно, в кабинет министров там абсолютно противоположные фамилии назначения. Вопрос лишь в том, что если сейчас силовая элита, которая его оберегала и спасала все эти годы, не будет, не получит бонусов, и их достижения не будут обналичены, значит, они поймут, что к ним отношения так же, как и к Жене Пригожину, что они делают самую грязную, самую опасную, самую жестокую работу, а с ними будут постепенно расправляться, как это сделали с Дмитрием Муткиным и Евгением Пригожиным 23 августа 23 года. И вот здесь как раз вопрос, если он с ними не расплатится, с силовой элитой, значит, вполне возможно, что они раньше времени попрощаются с ним и условно досрочно на всех Россию и россиян освободят. Кто придет ему на смену, к нему придет на смену человек, который не продержится у власти 3-4 лет. Впереди после Путина будет череда, вот как в 90-х, в конце 90-х премьеры менялись как перчатки и было непонятно, кто за что отвечает и кого надо в тюрьму сажать за прихватизацию и так далее. Точно так же будет перезагрузка и новая прихватизация и передел активов после ухода Путина. Именно поэтому финансово-промышленные группы заинтересованы в Путине как в человеке, который гарантирует сегодня их стабильность. Но еще раз подчеркну, взросла уже новая силовая элита, которая мирится с ролью там Чоповцев и службы безопасности Ротенбергов, Ковальчуков и Тимченко они не будут. Поэтому впереди, конечно же, интересные события. А что касается будущей отставки Цаликова с Шойгу, я могу сказать, что сейчас внутри армии есть две группы влияния. Одни ждут отставки Цаликова и Шойгу с тем, чтобы сбросить это Ермо, это клан воровая к себе. Другие, наоборот, те, которые вместе с Шойгу, с Цаликовым, с Ивановым напилили достаточно, они прекрасно понимают, что сейчас у них забрали Иванова и посадили в Лефортово. Если их по очереди вот так вот будут там дома в кальсонах в нижнем белье в тапочках забирать и приходить с обысками, тогда они будут лишены всей власти, а потом будут низвергнуты и все наворованные, нажитое бесчестным путем будет конфисковано. Поэтому я бы сказал, что в ближайшие полтора-два месяца сохраняется риск, угроза или наоборот шанс рецидива и повторения событий 23 июня прошлого года, только за исключением того, что а, это будет часть регулярной армии, которая именно верна Шойгу, Цаликову и команде, и которая не хочет допускать посадки своих шефов и терять контроль над активами, и у которых есть прекрасный пример перед глазами. То есть, если у Пригожина с Уткиным был вариант того, что по звонку из Москвы спецназ ФСБ отойдет от их имений коттеджей и им просто под расписку вернут 10 миллиардов рублей, как вернули Пригожину там, и единственное, только за оружием попросили подъехать и под расписку лично Пригожину выдали изъятое оружие, а там деньги и имущество и золото, там просто юристы приехали с личной охраной и забирали. Они тогда на это купились, что можно отмотать в обратную сторону. У этих ребят уже задней не будет, и в принципе они прекрасно понимают, что пару дивизий с панцирями и танками конечно же сметут на своем пути и Росгвардию, и ФСБшников и так далее. Вот, поэтому здесь я точно так же, как осенью 22-го года я начинал говорить о том, что есть риск военного переворота и что Пригожин выстраивает там с Кадыровым, с Суровикиным и так далее определенную какую-то такой там триумвират, ну тогда их Кадыров бросил и они остались как машины там без четвертого колеса и не доехали никуда. Сейчас в этот раз эта элита она богата. Шойгу он прекрасно понимает, для него сейчас в моменте отставка это не просто отставка. Это потеря контроля над силовым блоком, над частью силового блока, самой боеспособной частью силового блока в России. И автоматически это последующие уголовные дела, смена в любой момент статуса со свидетеля на подозреваемый обвиняемый, конфискация и так далее, и так далее. А Шойгу все равно он в душе, он себя мнит преемником. Он не зря с ним ходит там по тайге, кушает вместе морожку, на рыбалке ходит и так далее. Сейчас строго изменилось, понимаешь, это все-таки период до 22-го года, до февраля, когда он мог продавать свою нужность как раз-таки в ходе войны, где он наверняка и разное об этом свидетельствовало, если обещал Путину быстрый результат. Понятно, что инициатива войны все равно была за Путина, но он как исполнитель обещал эффективный результат. Он его не дал. И поэтому рассчитывать на преемничество просто, что Путин его испоместит чем-то или сохранит на должности, это слабое основание для Путина, он также присылает утилитарную ценность. Совершенно верно. И из этого мы делаем вывод. Либо он сидит, ждет, когда его уведомят по факсу или фельдегерской почтой, что он отправлен в отставку и он увидит сразу на выходе из своей двери в кабинете людей в штатском, которые его выведут. Либо он предпримет какие-то определенные действия. Может он предпринять такие действия? Фактически конечно может, потому что часть генералов ему лично верны, не Путину, не России, а ему верны, потому что они повязаны вместе одной коррупционной цепью. Вот эта вот история с хищениями из бюджета, она их связывает. И сидеть вместе и ездить в автозаках в Лефортово в следующем году вряд ли входит в планы Шойгу и Цаликова. Цаликов вообще сидит на измене, он прекрасно понимает, что Иванов в любой момент сейчас начнет давать показания, он уже заранее протокола многое рассказывает, да и там рассказывать не нужно, потому что их пять лет подряд записывали, писали, на них все собрано. сейчас лишь вопрос в том, смогут ли ФСБшники и ФСОшники провести спецоперацию по замене руководства российской армии и привести своих людей. Или произойдет в обратную сторону. Или в какой-то момент вдруг в диктаторе опять проснется его талант и он каким-то образом их уравновесит когда-то, как когда-то уравновешивал того же Бастрыкина и Чайку на протяжении 10 лет балансировал. Поэтому сейчас как раз можно запасаться попкорном впереди ближайшие полтора-два месяца могут быть самые интересные события в этой части. Так, ну вот смотри, ситуация ведь как развивается все это выглядит так, что можно ли точнее так трактовать, что допустим борьба вот эта мнимая с коррупцией, хотя все все прекрасно понимали и те, кто за ними придут, за Тимурами Ивановыми, там, цариковыми, будут такие же жулики и будет все то же самое. Но а можно ли увидеть здесь политическую составляющую, что армии пытаются потрафить? Вот смотрите, вот вы там в окопах, солдаты, офицеры где-нибудь под Авдеевкой, а вот здесь вот разворуют, а мы их все-таки наказываем, а мы у них отнимаем, мы вот смотрите пытаемся наладить дела в армии, ну то есть притворно вот так изобразить для того, чтобы, ну, оправдать свой результат. Этот результат это замена одних на других, на тех, которые будут этот ручеек с деньгами отводить в нужную сторону. Это может произойти впечатление на армию в целом, так сказать, на население хоть какое-то, там, под предлогом борьбы с коррупцией, вот мы не только и потворцы, но что-то делаем. Или это, в общем, и целом все понимают и отдают себе отчет, во всяком случае, что увлечены в это все, что это, в общем, не более, чем внутривизовая борьба. Да нет, тут в целом Шойгу, Цаликов, Иванов, они зашли на поляну Патрушева и Бортникова. Да. В какой-то определенный момент для того, чтобы уравновешивать Шойгу, те из Сирии перебросили, согласовали переброску ЧВК-Вагнер. И они пытались унизить Шойгу и армейских генералов тем, что вот вы не справляетесь, армия, регуляры, и нам приходится перебрасывать вот карманную там якобы ЧВК, хотя это, по сути дела, это такая частная армия Кремля и российских спецслужб. Здесь не нужно испытывать иллюзии, ЧВК-Вагнер никогда не было частной военной компании. Это проект, созданный Путиным и силовым блоком ФСБшниками, ФСОшниками и силами специальных операций. И в какой-то определенный момент Пригожин начал атаковать Шойгу, Герасимова. Я думаю, что у нас большее количество вот тех, кто там нас сейчас смотрит, наших уважаемых зрителей и подписчиков, они помнят, каким образом Пригожин себя вел по отношению к Шойгу, к Цаликову, к Герасимову, как в какой-то определенный момент они вообще собирались расправиться с Герасимовым. Но что происходило? И если кто-то думает, что это просто такой какой-то эликсир смелости был у Рудкина Пригожином вот этого творить, это неправда. Конечно, им давали определенную отмашку и разрешение на все это. Значит, дальше произошло то, что произошло. Шойгу прекрасно понимают, что его с помощью Пригожина пытаются унизить, снизить его рейтинг, сбить волну, забрать у него инициативу. Шойгу как опытный аппаратчик, а он на секундочку стоял у руля и Единой России когда-то, и в МЧС там с конца девяностых. То есть это человек, который там десятилетиями силен в кадровой войне, в кадровой битве. Конечно, Шойгу сделал так, чтобы Пригожина подтолкнуть на этот самый мятеж. Конечно, они его вывели из себя и действовали они умышленно. Для того, чтобы с одной стороны показать к ногтю ФСБшников, ПСОшников, что вы ничего не можете, вот смотрите, как мы ловко обыграли вас и в какой-то момент они действительно оказались в фаворе. А потом те же самые там Патрушев и Путин, они начали внимательно анализировать, а какая причина следственная связь, а что толкнуло Пригожно на подобное, а почему действительно они там не додавали снаряды, почему там существовали такие-то и такие-то проблемы. И они поняли, что эта вся история, она была сконструирована Цаликовым, Шойгу и Ивановым для того, чтобы убрать забега конкурентов. Для чего? Как известно, у жадных людей пределов жадности не существует. И когда у тебя уже ты руки запилил и засунул и в бюджеты, в том числе там на ядерном щите России, и ты прекрасно понимаешь, что и там все ты там пилишь, но тебе все время мало. Вот Шойгу, Цаликову и Иванову было этого мало. И поэтому они предприняли вот эту вот историю, чтобы в том числе забрать, перехватить активы у Евгения Пригожина в Африке. В Сирии нефтегазовые контракты, в целом ряде стран, например, там в Судане и так далее, золотодобывающие, там алмазные копии, там места залежи, места добычи редкоземельных металлов. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Тимур Иванов лично неоднократно летал в Африку, он болеет Африкой, он был в нее влюблен, он там с пробковым шлемом ездил на открытых джипах, то есть он себя видел таким мультимиллиардером западного образца, который теперь колонизал, безобразного лысого человека с кувалдой, он все это забирает, казалось бы, для того, чтобы что. и здесь самая главная ошибка в том, что они поняли, что они-то на фоне войны стали круче, чем Тимченки, чем Ковальчуки, чем Ротенберги, и они попытались стать вот этой вот новой элитой, когда помимо России у них еще и в Африке будет огромное количество активов, а когда у Путина и его ближайшего окружения, у его кошельков начинают забирать лакомые кусочки, но дальше понятно, там отмашка, даны были указания, и Иванова очень быстро задержали и посадили. И сейчас еще раз подчеркну, сейчас вопрос стоит не только контроля над армией, но и передела целого ряда активов и внутри России, и в странах Африки. А речь идет как бы там в общем-то передела активов на сотни миллиардов долларов и евро. и в Африке, и в России. Поэтому сейчас будет, конечно, такая гигантская большая битва. Если в какой-то определенный момент диктатор не сбавит их какие-то непомерные аппетиты и не угомонит их, и не приведет, не стабилизирует систему. В принципе, судя по тому, как я вижу ситуацию, шансов у нее стабилизировать внутри силовую систему почти около нуля. Ну, если, конечно, он там не проявит какой-то там кадровый гений. салют. 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 Продолжение следует...